...московского академического театра «Сатиры». АПЛОДИСМЕНТЫ Велел же. Вы знаете, Шекспир сказал, что весь мир театр, все люди в нем актеры, что с ним спорить. Я думаю, что мои покойные родители, сейчас они, надеюсь, видят, что вот я играю в такой декорации, в партнерах президент России. Можно было мечтать, чтобы непутевый сын к старости добился этого. Вообще замечательно, что мы говорим нормальным, человеческим, уже не птичьим языком. Почему мы так привыкли? Я сейчас сидел, вспоминаю, ой, 60 лет назад, почти больше, я был студентом на гастролях. Две минуты, можно? Я был на гастролях студентом в массовке театра Вахтангова в Киеве. И в это время там вручали ордена в театре Франка. Крушельницкий, потрясающий актер, худруг театра Франка. И там сидел все Политбюро, ЦК, значит, Украины, все в ГДРовских одинаковых униформе. Вот, и все говорили какие-то совершенно идентичные слова. Слово влево, слово вправо, расстрел. Поэтому все это... И вдруг вышел этот Крушельницкий в бархатной куртке и замечательным, не менее бархатным голосом на чисто русском языке. Там все тогда говорили так. Вот. Начал что-то говорить неординарное. Как приятно. Это что? Все досторожились. Потом он понял, что он не висел. Он сказал, да. И вообще. Он сказал, да здравствует. Наше замечательное правительство и совершенно потрясающая ЦК. И ушел. Орденом за заслуги перед Отечеством Третьей степени награждены за большой вклад в создание и производство специальной техники и многократно...